Предновогоднее убранство зала заседаний Воронежской мэрии, где проводятся еженедельные планерные совещания, определило на этот раз и основную тему повестки дня. Как столица Черноземья, готова к масштабным мероприятиям по празднованию уходящего и встрече нового 2017 года, доложил исполняющий обязанности руководителя управления культуры администрации городского округа город Воронеж Андрей Харитонов. Старт новогодним праздникам по традиции даст парад Дедов Морозов и Снегурочек 24 декабря. В этом году парад пройдет по новому маршруту по проспекту Революции от театра Кукол Шут до площади Ленина. Впервые в параде примут участие караван Кока-Кола, механизированные паровозики, собачьи упряжки. Наряду с Дедами Морозами и Снегурочками города Воронежа в этом году в параде примут участие Дед Мороз из Великого Устюга, который обратится гостям праздника с главной сцены города на площади Ленина. Для Андрея Харитонова это было первое публичное выступление в качестве нового руководителя городского управления культуры, хотя еще и с приставкой ИО. Все привыкли, что более 25 лет на этой трибуне царил Иван Петрович Чухнов. Замечательный человек, любимец журналистов, поставивший рекорд долгожительства на расстрельной культурной должности. Приятно, что именно он и предложил кандидатуру своего заместителя Андрея Харитонова на должность руководителя. Несмотря на понятное волнение, его отчет готовности Воронежа к новогодним праздникам в целом заслужило одобрение. С 20 по 30 декабря состоятся открытия районных елок, а 31 декабря в 17 часов главной елки города. Со 2 по 7 января 2017 года ежедневно на площади Ленина состоятся театрализованные представления, игровые и развлекательные программы. Завершая год российского кино, в этом году рядом со сценической конструкцией запланирована установка светодиодного экрана. По согласованию с Воронежской студией Wizard Animation в преддверии театрализованных представлений в период январских праздничных дней будут транслироваться мультфильмы «Снежная королева» и «Снежная королева 2». Учитывая важность развития туристической привлекательности, достигнуто договоренность с музейными организациями Воронежской области о предоставлении видеоконтента и сувенирной продукции. Так, в период со 2 по 7 января 2017 года запланированы видеоэкскурсии по видовым местам нашего региона, гото-предестинация, археологический музей Костенки, Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Василия Михайловича Пескова, природный музей-заповедник Девногория, литературный музей, замок Альденбургских. Всего в период новогодних и рождественских праздников планируется проведение более 250 массовых мероприятий. Кроме того, театрально-концертными организациями города подготовлены разнообразные спектакли, концерты, утренники и новогодние представления.